Добрый день, дорогие друзья! Добрый день, уважаемые радиослушатели! Интернет-портал Радио Центр Сангейс начинает свою программу. Сегодня понедельник, 6 мая, и время в Чикаго 7 часов 30 минут. Время на восточном побережье Нью-Йорк, Вашингтон 8 часов 30 минут. Время на западном побережье в Калифорнии это 9.30, ну а в Москве в этот час 16.30. Через неделю мы перейдем на летнее время Соединенные Штаты, поэтому разница во времени у нас будет уже 8 часов, а не 9, но наверное будет чуть полегче, поскольку все-таки рановато еще в городе Чикаго, но тем не менее. У нас, как всегда, по понедельникам это время на связи профессиональный астролог Андрей Бухарин, руководитель астрологической школы. И последняя передача, которая у нас была и которая вышла в эфир, правда не в формате Сангейс радио, а в формате интернет-телевидения Чикаго, где принимали участие Титаны, как было сказано именно на этом портале Титаны астрологии, Андрей Бухарин, Василий Немецкевич и сопутствующий и примкнувший к ним Майкл Мелехов, как говорится. Вот этимология слов мы оставим за бортом, а вот как эти слова, и вот поговорили сейчас мы с Андреем, решили, давайте поговорим об этих словах, которые несут в себе какой-то смысл, и не просто смысл, а действительно серьезный смысл с точки зрения не только астрологии, но и в том числе. Ну вот, скажем, Титаны. Вот Андрею не понравилось, если честно говорить, не понравилось слово Титан, не потому что он Титан астрологии, а потому что само слово Титан, вот давайте мы сейчас его спросим. Андрей, добрый вам день. Здравствуйте, Майкл, здравствуйте, уважаемые радиослушатели Сангейс радио. Всех приветствую в этот, ну где-то солнечный, где-то пасмурный весенний день. Да, совершенно верно, слово Титан, ну в общем, почему мне оно не понравилось, скажем так, но я скажу, что это название абсолютно со мной не согласовывалось, не понравилось, во-первых, тем, что каждое слово, не потому что не понравилось, потому что не понравилось, а я постараюсь аргументировать это с эзотерической точки зрения. Дело в том, что когда мы даем какое-то либо имя чему-либо, кому-либо, мы, скажем так, делаем, то есть с этим производится такое прикипание этого, у каждого имени есть такое магнитное его электрическое напряжение, и, ну, некий такой вот, как у певцов, у актеров, ну, есть у них эти псевдонимы, и они могут вредить, либо, ну, помогать, кстати, для карьеры, либо для жизни, для здоровья. И поэтому подходить к названию, когда даются имена, допустим, компании, какой-то фирме, там, яхте, ну, уж тем более живым существам, то это надо подходить, рекомендовано подходить, это очень осторожно и взвешенно. Ну, в частности, в астрологии есть такой раздел по подбору имени, вот, если так не углубляться в это дело, потому что каждой букве соответствуют определенные положения в зодиакальном круге, ну, в общем, там такая логика, выбираются планеты хорошие, которые с какой-то буквой имеют отношение, и ключевые места в слове, потому что в слове в любом есть, как бы, голова, там, середина, хвост, если так по аналогии, по такой, вот. Я прошу прощения, Андрей, я перебью, ну, как раз в эту же тему, я абсолютно, сто процентов согласен, это есть, ну, будем так говорить, нумерология – это часть астрологии в какой-то степени, и вот совсем недавно ко мне обратились, допустим, с просьбой посчитать, подходит ли имя, человек хочет изменить имя, и подходит ли это имя его нумерологической матрице в целом, дате рождения, ну, та же самая практически астрология. Знаете, я посчитал, и, да, там было три варианта, ну, к примеру, как можно назвать? Можно назвать Александра, можно назвать Саша, можно назвать Санька, можно назвать Алекс, и так далее. Вот какой из вариантов подбирается, и действительно, многие это знают, но можно изменить очень многие вещи, в том числе даже чуть ли не судьбу человека, так считается, всего лишь изменением одной буквы. Ну да. Да. Ну, известны примеры в России политических лидеров, которые остались известны в памяти исторической народа под придуманными именами, ну, например, такие политические псевдонимы, как Ленин, Сталин, это же не фамилии людей, то есть лидеров, ну, той эпохи, того времени. Это как раз, в общем-то, новые, придуманные, скажем так, названия такие. Так вот, смотрите, вот если подходить, ну, тут, вот если мы Сталин и Титан, да, то есть если вот такие параллели делать, то и там, и там это металл, ну, во-первых, тогда эпоха, надо было быть стальным таким, да, как бы вот железным, можно сказать, выразить, то период выстоять, как быть несгибаемым таким, то, возможно, специально такая была и придумана политическая, политический псевдоним Йосифа Джугашвили, чтобы он, ну, скажем так, ну, долго был в власти, там, не согнулся, не проиграл в войне, и ни одной войне, кстати, которые были в его, но если уж так оглянуться, он вообще ни одну войну не проиграл, если уж так посмотреть исторический период, то есть это имя было очень для него, ну, таким помощником большим. Что я хочу сказать про Титан? Ну, помимо того, что это металл, ну, я здесь не больше металл, сколько мистерия слова, у меня сразу первая мысль пришла война, это Титономахия, помните, когда была война между Титанами и богами, и Титаны проиграли войну богам. Поэтому, естественно, когда мы закладываем какой-то вот такой псевдоним, то это как бы предполагает программу проигрыша, программу, скажем, в последний момент слома какого-то. Поэтому я не хочу себя отождествлять, скажем, с командой, которая будет проиграть, скажем, там, матч или там войну и так далее. Поэтому вот мой такой ответ на этот. Ну, для закрепления темы я хочу рассказать, как эти слова действуют на примере исторических событий, ну, например, на слово, то есть на начальную букву Т, ну, например, немецкая операция Тайфун, которая была... Я хочу добавить просто, а что, если мы вспомним Титаник? Печально известный. Да, ну, да, можно еще тоже вспомнить. То же самое, то же история была очень серьезная. Как назовешь корабль? Большой, мощный, такой как бы визуально непотопляемый, а фактически с большим грохотом пошедший на дно. Вот об этом и речь. То есть это, скажем так, я бы сказал, псевдоним Титан, он деструктивный псевдоним. С одной стороны, человек, который, допустим, ну, точнее, не человек, ну, неважно, этот портал, вот кто это делал, обрабатывал все это и, так скажем, назвал, имел в виду, без сомнения, конечно, не это, то, что там, вот это подоплеку всю эту, которую мы сейчас освещаем, а он имел в виду как раз-таки о том, что это четкий, твердый, это просто глыба, глыба, глыба астрологии имеется в виду Андрей Бухарин. Ну, я понял, ты же действительно, как, скажем так, с металлом, в общем. Но металл это уже производный, то есть сначала металл-то назвали, скажем, позже название дали металлу, чем были эти былинные персонажи, которые воевали с Баками. Ну, вот если мы все-таки, какой-то все-таки ассоциацию, мы беседуем с астрологом Андреем Бухариным, ну, вот с моей точки зрения, допустим, так, если мы говорим о металле, если мы говорим о железе, там, о стали и так далее, то интересно, что это Сатурн. Вот я буквально совсем недавно там выпускал передачу про Сатурн, имеется в виду с точки зрения ведической терминологии, а Сатурн – это личность, это личность, которая представляет собой, и цвет этой личности, это металл, поэтому на среднем пальце правой руки носится кольцо железного, скажем там, стального такого металла, ну, оно как бы нейтрализует, будем так говорить. Вот с точки зрения астрологии, есть западная астрология, есть ли какое-то соответствие металла с, то, о чем мы сейчас говорим, с конкретно Сатурнами? Ну, у Сатурна, безусловно, есть, я сейчас на скидку не помню просто, какие именно, какие разновидности металла идут под Сатурном, я могу сказать, что Марс – это сталь, больше железа – это под сталь, хотя здесь, опять же, красный цвет, может быть, даже больше медь, хотя медь считается, что это под Венерой такая, мягкий металл, золото – это солнце, серебро – это луна, ну, так, на скидку, что это без подготовки. Да, в личности Сатурна, если брать его как персонаж какой-то, да, который можно написать словами, скажем, то его, если вы говорите про медь, то у него глаза цвета меди, что самое интересное. Ну, что я могу сказать? Я хочу сказать следующее, что вот по операции «Тайфун» вот к ней все-таки подойти. Вот немецкое командование, когда оно, ну, во время Великой Отечественной войны, оно назвало операцию «Тайфун», если вы помните, по захвату ССССР. И все, первое время шло нормально, а под конец она остановилась, битва под Москвой, да, в 41-м году. Почему? Ну, в том числе, почему? Давайте вот мистерию слова «Тайфун». Что это такое? Это, в общем-то, ураганный такой сильный ветер, но сильный он где? Он сильный на море и резко ослабевающий, как только он заходит на сушу, теряет там силу свою. Вот так вот. Вот видите, это такое… Так, собственно, и произошло. То есть сильное наступление, начало, успешное, там котлы один за другим были. Вот все, вот до Москвы рукой подать, и силы иссякли. Объяснение сейчас историки, многие дают там, почему они иссякли, по какой причине там, но изначально вот по аналогии, как с «Титаником», как с какими-то другими, вот как назовешь лодку, так она и поплывет. Но там есть еще была одна причина, о которой тоже, ну, как бы историки не особенно говорят, это то, что у Гитлера был личный астролог, он все-таки следовал ведическим принципам, несмотря на то, что он был там демонической личностью, но тем не менее он соблюдал очень многие вот эти принципы. И у него был личный астролог, который ему советовал, как и когда, чего там делать и начинать. Так вот, считается, описывается в литературе о том, что этот астролог, ведический астролог, он ошибся на один день. И поэтому, благодаря, ну, типа этому, ну, или одной из причин, почему вот Москва не была взята, описывается именно таким образом. После чего Гитлер его расстрелял, собственноручно. Ну, там, я не знаю, честно говоря, именно кто это из ведических астрологов. Я знаю там судьбу других астрологов, кто в концлагере был, кто просто сбежал на фронт. Но я бы здесь о другом хотел сказать, что, во-первых, у Гитлера не было, скажем, на мой взгляд, скажем так, точка зрения астролога Андрея Бухарина следующая. У Гитлера не было шансов победить Союз Советских Социалистических Республик по объективной причине, так как каждые 75 лет повторяется определенный цикл войн, и тогда был цикл проигрышный для него, в какой бы день он ее не начал. Вот и все. И, исходя из этого, воплотилось поколение военачальников, у которых в гороскопах был проигрыш. То есть, глобально, вот вся группа идет, команда, и у них показано на определенное время либо победа, либо поражение. Вот поэтому с этой позиции подходить, если то, скажем, шансов у него не было. Заметьте, он ведь тоже действовал под именем, под псевдонимом, правильно? Он не был секретарем. Он же стал Гитлером. Да, да. А что это значит, Гитлер, кстати, на немецком, там не в курсе, какой смысл там слова? Вы знаете, я считал, у меня есть на блоге сангейс-радио.ком есть нумерологическое, скажем, там очень коротко. Гитлера я считал, но я как раз таки имени там не приводил. Надо посмотреть, просто для интереса, что это означает. Ну, там много всего, там было очень много, там была Дануби, там это вот река, которая, Рейн, точнее, она так произносится. Там очень много всякого всего было. И, кстати, в предсказаниях Нострадамуса это было. Мы, может быть, об этом отдельно поговорим. Мы, кстати, с вами собирались говорить по поводу Аненербе, да, помните? Института секретного. Там очень много всякого всего вокруг этого. И причем очень и очень много всякого всего мистического. Ну, это будет уже отдельная передача. Хорошо, давайте продолжим. Ну, а самое интересное еще, кстати, если вспоминать Великую Отечественную войну, что операция советского командования по окружению немецко-фашистских войск под Сталинградом, она была, кстати, названа, знаете как? Она называлась Уран. То есть, это для советского теистического такого периода это вообще невероятно, кстати. Вот название такое, вот как это так? Это даже, ну вот почему, почему, ну вот, я не знаю, что-то не другое, почему Уран именно? То есть, это же как неожиданно, то есть, мистерия, неожиданный переворот, планета переворотов, планета неожиданных событий и действий. то есть, то, что было просто, ну, для той группировки войск, которая была под Сталинградом окружена, ну, просто невероятно, то есть, вообще, в принципе, невероятно, и удар, который получил вермахт, я читал, вот, мемуары немецких солдат, у них, вот, как раз после Сталинградской битвы, по сути, и произошел такой, ну, моральный перелом такой, то есть, у них вера в победу ушла, то есть, они уже понимали, что они не победят, что просто надо, грубо говоря, организованно как-то отступать и так далее, вот, и наоборот, у наших, кстати, солдат и офицеров как раз, вот, именно после Сталинградской битвы возникла какая-то перспектива, такая обозримая, что, ну, в общем-то, войне мы победим, а до этого, это действительно сами солдаты, вот, офицеры, кто вот с ними общались, то есть, в 41-м году никакой веры в победу не было, вот, реально не было, то есть, бежали все, отступали, и вообще не знали даже, когда они закончат отступление, где, вот, это тоже, но вот, кстати, примеры такие интересные, то есть, это известные события, любой может проверить эти события, в интернете, набрать операции Уран, либо операции Тайфун, ну, вы знаете, если мы говорим уже про Уран, тут есть несколько, другая точка зрения, я имею ввиду, опять же, ведическая нумерология, мы все-таки говорим с астрологом, Андреем Бухарином, так вот, ведическая точка зрения нумерологии, а астрология, какая-то ассоциация, это с планетой Раху, которая существует в ведической астрологии, как планета, не имеющая массы, это северный узел Луны, мы об этом говорили, и качество этой планеты описывается, и они очень и очень серьезные, и они очень, вообще планета считается, как бы, где-то там она считается, как типа демоническая, то есть она может оказывать влияние очень и очень серьезное на человека, находящийся под влиянием этой планеты, цикл 18 лет, то есть практически такой же, как и у других, не 18 точнее, а 28 лет, почти как у Сатурна, то есть это очень серьезный показатель, но если брать, скажем, определение Блаватской, то в принципе это Уран происходит от греческого слова, и это Бог, который повелитель там пространства, и это все вот это пространство, которое, ну, наверное, это все как бы были консультанты у тех людей, которые называли, конечно же, вот эту, всю операцию Ураном, вот, то есть, ну, это измененная ворона, ворона это там, опять же, металлогическое там, такое существо в ведической литературе, ну, очень и очень интересно, конечно, очень много, что можно об этом сказать, и найти различные ассоциации, и поговорить, конечно, много, мы, к сожалению, дорогие друзья, обращаясь к нашим уже, уважаемым радиослушателям, в рамках одной передачи, не можем все это дело осветить, поэтому, кстати, иногда, мы приглашаем, еще других титанов, простите уж, Андрей, за это слово, астрологии, вот, где мы делаем в совсем другом формате, ну, хорошо, поехали дальше тогда, что еще мы можем тогда, по этому поводу сказать, или перейдем уже, может быть, в наше время, как вы думаете, астрологическое наше время? А насчет чего? Ну, вот, мы поговорили про такие вот, необычные слова, скажем, которые несут в себе, значения определенные, для чего это делалось, почему это делалось, и так далее, кстати, российского президента действующего, нет у него псевдонима никакого? Он как и был, по-моему, не знаю, вроде, фамилия настоящая, хотя, посмотрите, да, после Сталина уже не было никаких псевдонимов, вот, Хрущев был Хрущевым, ну, и так далее, все под своими именами были. Ну, Хрущев, да, вроде бы, да, вроде бы, да, вроде бы, таких уже не было, если вот так вот, иначе. Эра аллегории закончилась? Ну, можно сказать, период, скажем так, эзотерических правителей, да, которые, возможно, ну, скажем, были в теме, этой, то есть, потому что так, это только можно догадываться, почему этих названий были, вот, их не было таких. тем более, Сталин, он даже поменял дату рождения, то есть, официально весь советский народ праздновал ненастоящую дату рождения его, то есть, это тоже, извините, уж, явно, тоже признак того, что человек понимал, что настоящая дата рождения его не совсем резонирует с гороскопом Советского Союза, а вот вторая дата рождения его, она была как раз очень хорошей, такую, синастрию, совместимость с гороскопом Советского Союза, и результат какой был, человек был у руля цикла Сатурна практически 30 лет, человек не проиграл ни одной войны, ну, в общем, вот как правитель, если смотреть, у него успешный был период, его никто не сверг, он практически умер на посту, в общем-то, в возрасте, в котором, в принципе, и так уходят из жизни уже люди, то есть, не молодым никаким, да, то есть, успел все, что мог сделать, поэтому, если смотреть с точки зрения, как он использовал эзотерические знания, чтобы быть у власти максимально долго, и, скажем так, быть эффективным менеджером, выражаясь современным языком, то можно сказать, что он, делал все отлично, по факту, правильно, ведь как это, в общем, да, если так рассматривать, то есть, его изменение даты рождения и изменение его имени, пошли ему во благо, вот так. Андрей, с точки зрения астрологии, у меня такой вопрос к вам, ну, изменение имени есть какой-то смысл, но дело в том, что считается, что, вот человек родился в определенную дату, так, и вот дату времени рождения изменить нельзя, как бы мы ее не меняли искусственно, дату, точку смерти изменить нельзя, как бы мы ее не пытались это двинуть, другое дело, как пройти с одной точки в конечную точку, это уже дело наше, для этого существуют, конечно же, астрологи, и обращаясь уже к нашим радиослушателям, хочу, в общем, добавить, если мы сейчас рассматриваем таких людей, которые пользовались услугами действительно астрологов, и без сомнения, даже если мы не знаем, у всех лидеров государств, в данном случае, без сомнения, есть какие-то группы эзотерические, какие-то есть советники, которые им говорят, что делать, чего не делать, и, в общем-то, рассчитывают их жизненные циклы, без сомнения, что тогда говорить нам, простым смертным, казалось бы, тоже надо было об этом исследовать, но для этого мы и ведем эти передачи, так вот, все-таки, человек взял и изменил искусственно свою дату рождения, или, к примеру, человек, ну, во время войны особенно, ну, терялись эти паспортные данные, родителей уже не было, допустим, так, и человек не знает, вообще-то, на самом деле, когда он родился, понятия не имеет, не то, что время, а день и месяц не знают, ну, год, может быть, знает, что в этом случае тогда с человеком может происходить, и не считается ли вот это вот как-то изменение, искусственное вмешивание в судьбу человека? Я считаю, что, ну, давайте, вот Сталин, опять же вспомним, то есть, для того, чтобы поменять имя, одного изменения, точнее, имя, даты рождения, мало, его надо наполнить силой, его надо наполнить энергией, чтобы оно было, скажем так, задавало новую программу, для этого надо, что сделать, чтобы в этот день тебя поздравляли с днем рождения, чтобы в этот день тебя, ну, как-то, посылали психическую вот эту энергию люди, представьте, вот вся страна, там, 200 миллионов, да, как бы, медитирует в один день, что у человека, там, день рождения, и, то есть, это, они наполняли такой коллективным психической энергией, такой, ну, как бы давали ему силу, вот, в этом случае можно сказать, что вторая дата рождения, она включилась, и, скажем, он жил, ну, согласно, то есть, по ее гороскопу, да, то есть, как бы, переключение произошло с одного даты на другой, а если недостаточное было переключение, ну, вот, как масса есть, да, вы правы, когда люди, особенно вот того периода, где-то, кто рожден, дети войны, как часто, вот, из практики, я сейчас смотрю, они вообще-то, многие не знают, даже даты рождения, то есть, либо они у них, какая-то путаница очень сильно идет, вот, тех, кто родился в сороковых годах, 30, ну, в общем, вот этих, до 50-х годов, уже в 50-х, уже как-то получше пошел, больше порядка после войны пошло, когда записывать начали в этих, вот, и, вот здесь можно сказать, что эти даты рождения, я бы, ну, не склонялся к тому, что они меняют гороскоп человека, они, возможно, вносят какие-то субпрограммы, причем не очень сильные, но поправки немножко, потому что, какое количество людей будут человеку вот эту программу, скажем, то есть, эту дату накачивать энергии, ну, только родные, близкие, и то, у кого они есть, то есть, по сути, это не сравнить с двух, ну, 200 миллионов человек, да, там, как бы думают в один день об этом, либо там два-три человека, поэтому, а те нативы, которые вообще не знают своей даты рождения, она все равно работает, то есть, фактически, жизнь идет по дате, в которой он родился, но человеку просто закрыто по какой-то причинам, ну, скажем, возможность программировать свою жизнь, там, либо прогнозировать как-то какие-то исходы, просто специально так глаза завязаны, вот, и все, по каким-то причинам карма такая у него, ну, вот, такой ответ. Понятно. То есть, если так, то есть, ее надо накачивать силой, эту дату. Это один из актов таких вот магических, скажем, которые Сталин знал, и вообще он был очень таким человеком, насколько я понимаю, эзотерически подкованным. То есть, он не был атеистом абсолютно, тем более, известно, что он на семинарии учился, но это еще не факт, что этот человек учился в семинарии, что он там, скажем, к эзотерике имел какое-то отношение такое глубокое. Но тем не менее, то есть, у него какая-то база была формальная, кроме этого, у него интересная есть точка зрения, что он же несколько раз сидел в ссылках при царе и все время бежал. А вот одна ссылка была, с которой он мог убежать, но он ее отсидел там от звонка до звонка и никуда оттуда не свалил. И вот существует точка зрения, что он там проходил обучение, там сибирские волхвы какие-то выходили на него. И, в общем-то, некую миссию ему, в общем, получал эзотерические знания. Официально есть точка зрения, что учителем у него был Гурджиев, который, как бы, ну, скажем так, публичным таким эзотериком, который, знаете, как есть такой образ, брать там какого-то короля средневекового и у него там был какой-то там духовник там Папа Римский какой-нибудь. Ну, или как у Николая там второго был этот Распутин. Вот нечто подобное такая вот связь, что Сталин Гурджиев, если можно, ну, если можно так допустить, она вот именно публичная была присутствовала. Хотя очень может быть, что это публичный ложный след был, чтобы все пусть думают, что это как бы Гурджиев ему все это там наговорил и помог, а фактически он просто красиво замаскировал, ну, скажем, другие источники поступления ему знаний. Но это моя точка зрения, это не какая-то... Это не секрет о том, что Сталин действительно занимался этими науками, эзотерическими, будем так говорить, он верил во многие вещи, это может быть не афишировалось, но если взять тот факт о том, что и Гитлер, и Сталин искали Шамбалу, о том, что он организовал экспедицию туда, не он, а его там, скажем, службы организовали экспедицию, экспедиция Бокия, Яков Блюмин там участвовал, и это... они были там, они искали, ну, не знаю, нашли или нет, об этом историю умалчивает, потому что якобы и Гитлер тоже нашел, и побывал там, ну, не он, но, в общем, экспедиции там побывали вроде бы, в общем, там очень большие тайны, которые до сегодняшнего дня остаются загадкой и засекреченные материалы. можете себе представить, когда это было, до сегодняшнего дня, это все равно еще за семью печаль ценит, так сказать, вот это все лежит, это интересно. У меня к вам такой вопрос, значит, если он изменил свою дату, ну, понятно, и время, то есть, сегодня этой даты и времени нет, но ведь существует, существовала его дочь, Светлана Аллилуева, и, в общем-то, по ее гороскопу, естественно, можно было там что-то увидеть и достаточно много увидеть, как сегодня, допустим, разбирает Челси Клинтон, смотрит гороскоп ее и видит, что, в общем-то, в ее гороскопе Челси и близко не было такого, что Хилари могла бы стать президентом Соединенных Штатов. Вот как в этом плане со Сталиным было? Ну, я гороскоп детей Сталина, честно говоря, еще так глубоко не исследовал, но связь гороскопа детей с гороскопами родителей однозначно присутствует, потому что, когда, например, я исследую проблемы деторождения, ну, например, прогноз по деторождению родителей, если у них есть уже ребенок присутствует, то в гороскопе ребенка должны быть показатели на рождение брата или сестры, ну, потому что они же в одном, как бы, у них событие-то общее происходит, безусловно. То есть, если видно, что сектор, который отвечает за братьев и сестер, как-то позитивно там акцентируется, то да, это косвенный показатель на то, что в семье что-то может произойти. Безусловно, полностью согласен, однозначно, поэтому, а что именно? Конечно, возвышение, либо уход родителей из жизни всегда, скажем, в гороскопе хоть какого-нибудь ребенка он всегда отмечен. Родители вообще наши, они описываются светилами, солнцем или луной, и очень часто уход из жизни родителей происходит, когда поражается тем же, например, Сатурном одно из светил, и это примеров таких из практики, это можно, не знаю, прямо пиши вот любого из нас, любого брать, и уходят из жизни родители, когда светила наши поражены, но когда связь есть у ребенка с родителем такая, понимаете, когда для него это действительно такой удар, какая-то вот, ну, я говорю, в нормальных семьях, скажем так, то есть, потому что, например, в гороскопах сирот таких, каких-то из детдома, я их, у меня есть такие гороскопы, но у меня нет фактов подтверждения, ну, скажем, ушли у них родители или нет из жизни, потому что они сами не знают, где их родители, вот, тут, а когда вот нормальная такая жизнь, когда эти события происходят, все известно, вот так, так что это все присутствует, то есть, это все совершенно в гороскопе детей, скажем так, больше 50% показателей есть, да, а на что, на что показатели мы, вопрос был о чем-то, если так уточнить. в данном случае, если мы говорим о такой фигуре, как Сталин, то, наверное, показатели гороскопа но однозначно должны быть были, конечно, конечно, тут, как бы, для меня сомнений вообще никаких нет. Я почему спросил про, допустим, Светлану, потому что Яков, допустим, ну, мальчик, то есть, мне кажется, исходя опять же из физической системы подсчетов всего, и передавания по наследству, будем так говорить, качеств, девочки берут большее качество, почти на 75% отца, а мальчики берут качество матери, поэтому я спросил про Светлану Амилуеву, допустим. Ну, хорошо. Она какая была у него дочка, первая, вторая, там какая, по счету. Я даже не знаю, известная всем нам, да, это вопрос, конечно, не знаю, не знаю. Хорошо, Андрей, я предлагаю вернуться в наше время, вот, и поговорить о том, в каком времени мы сейчас находимся. Календарный месяц это у нас наступил, Новый год по, значит, астрологическому календарю еще впереди. Весеннее, скажем, равнодействие у нас, вот когда все это дело начинается еще только 22-23 марта, по-моему, да, ну, и мы миновали коридор затмений технически, и теперь мы находимся, вот, давайте поговорим хотя бы как минимум про этот месяц в март. Ну, во-первых, уже гораздо легче, скажем так, дышать, по затмению проходят. Кстати, период отравления был очень сильный, как раз Солнце с Нептуном соединялось, такое вот, сколько я наблюдал, многие какие-то отравления были, тем более мясо на период затмения вообще токсичным становится, то есть, это, причем наблюдения даже не мои, у меня один коллега есть, который живет около рынка, и он еще, бог знает с каких моментов, заметил, что периодически санэпинстанция делает какие-то облавы на рынке там, и он стал записывать в какие дни, и, а, эти облавы всегда происходят после того, как массовое отравление мясом происходит, народ жалуется, ну, там, слава богу, возможно, живые остаются люди, но сам факт, что те срочно приезжают там и начинают там проводить какие-то репрессивные меры торговцам. Так вот, он заметил закономерность, что именно эти все события происходят всегда на затмении. То есть, вот, кстати, в ведической культуре там объясняется, что вообще, в принципе, мясо, ну, как таковое это питание, скажем так, не для человека, да, а взотмение, оно еще и опасное просто для того, что можно очень отравиться. Вот, поэтому даже те, кто мясо едят, то, как бы, рекомендации на будущее, что, ну, как-то попаститесь, что ли, в период затмения, то есть, чтобы, если хотите, чтобы не было никаких там, дисбактериозов, каких-то отравлений таких вот именно мясными продукцией. Причем, это не обязательно, что продавец такой злонамеренно что-то хотел мясом там, ну, какой-то испорченный продукт продать. А в мясе просто на период затмения очень много этих, ну, всяких негативных происходит, развиваются эти все токсические бактерии усиленно как-то, они плодятся в это время, вот, и так далее, и так далее. То есть, там, как бы, все факторы деструктивные в это время как бы сходятся, и поэтому, как говорится, подальше от греха. Вот. Поэтому сейчас период такой, пошел, если вот мы этот месяц следующий исследовать, ну, он в целом его начало и конец они такие, когда опасность от жары, от перескажем так, от сильных, ну, чтобы не ошпариться, от каких-то, вот, кстати, в это время идет такое неадекватное потепление климата, я уже наблюдаю, а в середине месяца, когда Сатурн, опять же, с Солнцем формирует аспект 90 градусов, это у нас будет как раз где-то вот эта неделя с 13 по 17 число, но это период, я думаю, даже таких и понижения температур, и одновременно это период неблагоприятный для начала каких-то дел важных, потому что по правилам элекции это такой приличный запрет на начало новых дел, успешный, продолжать дела ранее начатые, безусловно, в это время можно и нужно, вообще на аспектах Сатурна, которого мы так любим и так часто его вспоминаем, хорошо заниматься одиночной работой, такой самостоятельной, неторопливой, не терпящей быстрых таких дерганых каких-то решений, в общем, вот такой, медленно, но верно, вот такой девиз его, вот так вот, если, ну, в общих чертах, но самый важный такой показатель, буквально 4 марта произошел разворот Венеры, то есть планета Венера любви, денег, она поменяла фазу, сейчас мы находимся в ретроградной фазе, и вы знаете, что на ретроградной фазе Венеры, которая будет длиться аж до 15 апреля, да, будет возврат из прошлого, возможно появление каких-то партнеров, с кем мы еще как бы какие-то не отдали долги и прочих, прочих, но вообще ретропланеты это тоже фактор фатальности такой, фактор показать, кстати, вот хочу сказать, чего мы срезонировали с Йосифом Виссарионовичем Сталиным, так у него извините, вчера день ухода из жизни был, 5 марта 1953 года, а я вот честно говоря даже вот просто решил проверить, думаю, почему-то ведь на начало программы мы не собирались вообще его даже вспоминать, а вот как-то энергоинформационное поле входишь в это он пришел, причем вот его даты, его насколько я знаю официальная его дата это 18 декабря 1878 года, точнее настоящая дата, а официальная которую все праздновали 21 декабря 1979 то есть он на год омолодился скажем так и немножко на 3 дня еще то есть вот так как бы без трех дней один год вот так вот ну любопытно я вот может посмотрю действительно по какой дате у него уход из жизни произошел мне даже самому теперь будет интересно какая из них все-таки сработала то есть вчерашний день это был смерти Сталина вчера ну да официально объявили советскому хотя я когда исследовал его ну раньше я сейчас навскидку вспоминаю у меня такое такое мнение что он умер несколько раньше это объявили 5 марта фактически он немножко раньше ушел из жизни ну как всегда там видно думали как это подать что делать ну это же такое 30 лет был правитель и тут бац это же событие не такое что вот как бы так обыденное поэтому возможно несколько дней скрывать может быть то есть это неудивительно если такие какие-то будут но официально 5 марта и 5 марта видите а сегодня 6 марта то есть и мы вот хотим не хотим а вот настолько сильный эгрегор его что вот видите связанный с войной и мы вот ну как же это и опять же с темой мы начали помнить из чего как назовешь что сразу вышли на него но кстати Гитлер тоже назвал себя но видите как-то не совсем сильно видно был псевдоним раз ну кстати нельзя сказать что он и погиб официальная версия она абсолютно не объясняет то есть не доказывает его смерти и существует точка зрения что это вся верхушка туда в Аргентину свалила и там есть точки есть как бы фотографии в сети таких вот тех всех ну этих вот боссов которые там как-то спрятались и сидели доживали старость под другими фамилиями именами мы спросим у нас есть эзотерики у нас есть парапсихологи мы у них мы им даже фотографии там есть это в общем-то ну да это не столько сейчас больше к теме это марта да 5 марта вот представьте себе что вот 5 марта 53 года умер и усилий и усилий и усилий ну да 5 марта 2017 года если просуммировалось это все это марс это как раз бог войны так что вполне соответствует эта дата Андрей хорошо ну еще раз вот ретроградное положение Венеры ну это так сказать больше что ли статистика что ли да то есть чем это нам так сказать грозит ну обычно в это время не рекомендуют тем у кого нормальная Венера в карте и вообще и ненормальная ну скажем там в директ либо ретроградной фазе но кто первый раз женится то есть расписываться ну скажем так оформлять свои партнерские отношения по причине того что считается с астрологической точки зрения этот период неблагоприятный вот поэтому поэтому вот так вот поэтому многие союзы которые будут зарегистрированы в этот период если их в дальнейшем исследовать посмотрим насколько они будут прочны то есть конечно им желаем счастья любви гармонии но вот надо чтобы сигнификатор для успешного союза чтобы сигнификатор проекта представляете сколько сейчас людей которые назначили день своей свадьбы в этот период времени если они слушают наши программы могут сейчас это все изменить значит судьба такая у них значит им кармически значит какая-то скажем такая милость небес дана чтобы они ну скажем так свою жизнь сделали счастливой а если им надо отстрадать им надо какие-то кармические долги отдать они не услышат эту передачу они поступят так как они должны поступить чтобы отдать кармические долги может там дети должны родиться какие-то от этих супругов и которые просто вот есть же кармические такие союзы когда люди у меня примеры есть такие 10 лет люди вместе жили ну скажем сожительствовали там любовь до гроба все дела официально расписывается рождается ребенок и разводится вот спрашивается почему потому потому что задача была другая этого союза то есть надо было воплотиться душе какой-то и вот когда они ее выполнили все чувства всякое желание видно совместно продолжать вот берется как рубильником и выключается и они находят потом другие свои половинки и кстати вполне счастливые живут дальше то есть таких примеров когда люди допустим после развода удачно выходят замуж именно по любви имею ввиду в моей практике приличное количество то есть это просто надо было пройти такой урок не обижаться ни в коем случае я уже не говорю не мстить там это уже глупо потому что когда человек начинает мстить это по сути бой с тенью это завязывается кармические узлы а потом после ухода из жизни они следующая жизнь опять рождаются меняются местами и с более сильной еще накрученной этой психической энергией в прошлой жизни совместная жизнь более трагически еще проигрывается то есть больше страданий и так пока они не простят друг друга это будет комок усиливаться и усиливаться поэтому месть как и обида это в первую очередь большая глупость потому что в первую очередь себе мстящий себя разрушает и обижающийся тоже себя разрушает это вот кстати по болезням обычно как правило обиды они опухоли дают а месть гнев ну гнев вообще печень разрушает то есть там как правило проблемы с желчным пузырем между прочим от гнева это очень часто кто много гневается тот имеет проблемы с желчью вот у него желчь течет да вот это что желчи много даже поговорка такая ну что же не на пустом месте в чем желчь исходит а это собственно ну в общем-то много желчи в том числе и если такими астромедицинскими терминалами только там надо как-то ее помогать желчегонные какие-то да чтобы быстро освобождаться от этого чтобы она не отравляла организм вот этими своими проявлениями какой-то вот такого ну низменной природы скажем человеческой так вот понятно хорошо что еще можно сказать тогда в плане скажем событий каких-то которые будут происходить в ближайшее время в марте месяце если будет происходить каких-то более-менее значительных ну я считаю что они будут так как еще ветрофаза Юпитера идет и тут еще подключилась минорная планета Венера то это Венера опять же это деньги Юпитер это законы то очень можно ожидать непопулярные законы по ну каким-то там новым налогам новым каким-то поборам причем это не обязательно там в России или в Америке а вообще это повсеместно как бы такое явление то есть вот берется и ну проверим такие насколько будет оно внедряться в жизнь а что еще появление каких-то действительно новых лидеров на международной арене у нас предвидится новых лидеров вообще с новым именем или уже известных лидеров но все время вторые которые о каких идет речь любых и тех и другие вот те которые все время вторые и могут стать первыми вот они на ретроградной фазе Юпитера у них есть шанс ну скажем так выйти в лидеры а вот таких которые вообще как бы нету их и они ну скажем на ретро Юпитере как правило они не проявляются если они проявятся то они только до фазы разворота Юпитера а это осталось несколько месяцев ну скажем так вся их политическая карьера скажем длиться будет такая то есть как бы это здесь ретроградная фаза Юпитера она которого длительно она идет где-то сколько я понял сейчас я посмотрю практически по идее да вот до июня до 9 июня он идет в это время не рекомендовано начинать допустим открывать школы образовательные какие-то проекты потому что он опять же вот сигнификатор образовательной деятельности Юпитер находится скажем в положении ну скажем обратного движения Андрей спасибо большое это действительно интересно значит у меня последний вопрос наверное к вам будет давайте мы поговорим о финансовой системе что у нас какие-то изменения есть скажем там биржер стакмаркет валютная система очень коротко время уже практически нет ну что я хочу сказать я хочу сказать что вот этот период недели которая середина недели будет она то есть вот начало месяца и конец марта они предполагают крупные публичные какие-то вот ну скажем лопание пузыри либо надувание пузыри которые лопаны в середине месяца как раз дувание то есть если период такой что рост рынка начало и конец месяца и середина месяца ну как бы вот такой период стагнации поэтому посмотрим как он будет как раз на развороте я так думал где-то с 13 числа по 19 рынок будет скажем так падать интересно что это соответствует мы недавно беседовали с Василиной Мисхевич в рамках интернет-телевидения она говорила что именно вот период какого там 17-19 середина месяца разворот того чего было до того ну то есть она имела ввиду что если шло вверх тогда пойдет вниз если то что шло вниз пойдет вверх и так далее но пока что идет вверх имеется ввиду но до 13 числа идет вверх по идее вот давайте проверим до 13 он должен идти вверх где-то с 13 по 17 это неделя на мой взгляд очень показатель сильный то что новых но там идет аспект Сатурн поражает солнце там показатель того что сжатия то есть не расширение идет а показатель сжатия то что деньги выводят фиксирование прибыли там будет то есть значит это будет период когда ну скажем там давайте профит будет ну как бы в кэш выходить народ там вот о чем когда вы говорите идет вверх вы имеете ввиду идет вверх фондовая биржа да я имею ввиду индексы в принципе что бизнес развивается привлекают к себе какие-то там инвестиции в середине месяца эти инвестиции инвесторы вытаскивают из бизнеса значит в целом акции значит начинают индексы снижаться и в конце месяца опять они есть показатели роста а вот если мы говорим допустим про валютную систему опять же многих волнует соотношение доллара с другой валютой имеется ввиду рубля конечно россиян волнует больше всего но здесь все задействовано все так сказать увязанное укручено как говорил Райкин то есть евро допустим и доллар вот куда чего у меня запущено это я сейчас сразу не отвечу таким образом то есть на этот вопрос ну вот судя по аспектам планеты которые описывают ну как бы движение нефти то где-то я думаю в конце месяца цена на нефть очень ну по этим показателям она снижаться должна я не знаю будет снижаться или нет поэтому я сейчас по своим прогнозам по нефти уже даже не озвучиваю потому что раньше это несколько лет у меня очень красиво это все читалось а последнее время видно появились какие-то факторы которые я не знаю о них пока которые ну скажем так поддерживаются цена на нефть вот но еще так откровенно говоря сказать я сейчас и не занимаюсь этой нефтью глубоко вот я ее честно говоря так уже и не копаюсь в нефти не на нефть на эту но это факт это действительно этим надо заниматься вы поймите Майкл что чтобы профессионально отвечать на какие-то вопросы надо только этим заниматься вот если у меня выйти вы меня спрашиваете довольно широкий спектр меня спрашиваете от названия как говорится как корабль назвать тут Титаник либо Титан и так далее за периоды там ложные либо придуманные дни рождений потом мы переходим на какие-то исторические циклы военные потом мы переходим на валюты теперь на нефть все невозможно профессионально именно изучать поэтому я остановился скажем так прихожу к тому что лучше быть в чем-то одном двум трех узко скажем так профессиональным чем ну скажем так по вершкам быть ну скажем по всему я например сейчас занимаюсь темами если вот так сказать это астрокартография это исторические циклы это тема деторождения например то есть если уж такая она вот в чем действительно я скажем так ну скажем так набираю ну вот так да понятно я с вами сто процентов согласен если мы говорим о чем-то в рамках нашей передачи то и я тебя задают такие разноплановые вопросы только лишь потому что мы с вами встречаемся относительно редко раз в неделю и люди спрашивают довольно я бы не сказал что это редко это довольно относительно для бабочки однодневки это неделя это очень много она уже успевает семь жизней прожить для кого-то кто любит Андрея Бухарина и так сказать ждут с ним встречу это просто не ждать не дождутся когда наступит этот понедельник несчастный тем более что прошлый понедельник мы с вами пропустили вот так что все все у нас в мире относительно тем не менее тем не менее эта передача подошла к концу я благодарю астролога Андрея Бухарина дорогие друзья благодарю вас что вы были с нами передача будет обработана выставлена в YouTube где вы сможете задать свои вопросы Андрею ну а также оставить свои замечания и комментарии ну в общем-то мы работаем для вас спасибо большое Андрей всего доброго благодарю Майкл сам гистерадио и всех слушателей этой чудесной радиостанции до свидания спасибо всего доброго до свидания Редактор субтитров